Говорить вот о чем. Есть много информации, но нет конкретики. То есть очень много людей говорит как бы, говорит завуалированно, говорит еще как-либо. Я же для себя поставил цель открывать для людей информацию и делать так, чтобы эта информация была в большом количестве. Когда-то я подготовил семинар, который связан был у меня с ведической культурой, с самими ведами. И сегодня я бы хотел вам дать 300 всевозможных мантр, советов, которые помогут вам в дальнейшем справиться с всевозможными элементами в вашей жизни. Это своего рода мантры, это своего рода необычные высказывания, это то, чему может научить нас ведом. Вообще хочу сказать, что славянских всевозможных вед не бывает. Почему ведическая культура, это культура, которая осознанно, которая вернее представляет из себя ряд книг. И эти книги это Риг, Веда, и там их достаточно очень большое количество. Сегодня я об этом буду рассказывать. Ведическая литература обладает богатством, мудростью, философией, духовными знаниями. И насчитывает более, наверное, 11 тысяч всевозможных рукописей. Давайте об этом поговорим. Также я хочу быть сегодня интересным. И мне бы хотелось дать вам огромное количество такой очень необычной информации, которую, скорее всего, вы никогда не подчеркнете в том виде, в котором я ее дал. Так я буду периодически давать во время вот таких вебинаров очень полезную информацию. Возможно, кому-то полезную, возможно, кому-то не полезную. Также хочу сказать, что мое мнение заключается в том, что славянской или какой-либо другой ведической культуры не бывает. Почему? Потому что веды — это книги, которые написаны 11 тысяч лет назад и позже, и в них нет ни одного упоминания ни о РФ, ни о РУСИИ, ни о чем-либо еще. И я хочу сказать, что это исключительно литература, которая связана с познанием человека и мира, и очень часто человек не может понять, каким образом ему коммуницировать с этим миром. Так вот, ведическая культура или веды, они способны открыть большое количество истин человеку, если человек знает, каким образом ее воспринимать. Я для себя и для вас выписал определенные слова из этих разных книг. Я являюсь коллекционером этих книг. У меня есть практически все переводы, практически всех этих сборников. Есть на английском, на немецком языке, есть на испанском языке. Есть книги, которые были куплены мной в Индии. И могу сказать, что подбор моей информации мной был эмпирический. То есть я не старался специально для вас что-либо давать, а открывал книгу, выбирал одну-две строки, и переходил к другой книге, выбирал одну-две строки. Я это условно назвал для себя мантрами. Хотя сами веды считают, что любой текст, который берется из этих вед, является на самом деле мандалой. Ну что ж, давайте несколько слов. Ригведа – это первая книга.